Война, геи, секс, насилие, предательство, братоубийство, измены и главный вопрос, зачем все это написано? Всем привет! Сегодня, наконец-то, возвращаюсь к книгам и расскажу о своих впечатлениях от прочитанного за май. А начиная с лучшей книги месяца, это невероятная история о том, как человек распоряжается своей жизнью, предположительно зная дату своей смерти. И да, это «Бессмертники» Хлои Бенджина. Очень глубокая и проникновенная, без мистики и надуманности, настолько реальная и реалистичная, что веришь и проживаешь вместе с героями, и их жизнь становишься частью их истории. И только представьте себе 1969 год, Нью-Йорк, Нижний Иссайд. Здесь живут наши главные герои, семья Голдов, мать, отец и четверо детей. Однажды, то ли от скуки, то ли из-за любопытства или, может быть, по какой-то другой причине, дети решаются на самое опасное и безрассудное приключение в их жизни. Посещение гадалки, которое предскажет каждому его дату смерти. И она предсказывает каждому. С этого начинается главная тема всей истории. Помню, именно на этой сцене я подумала о мистической составляющей романа, но ее там не оказалось. И это удача и огромный успех всей книги в целом. В конце книги автор приоткрывает загадку самой гадалки, но это, на мой взгляд, самая провальная часть книги. Но вернемся к роману. Дети заходят по одному гадалке, и она каждому называет его дату смерти. И вот здесь у меня в голове засел первый важный вопрос. Зачем она рассказала это детям? Почему не ушла от ответа или не прогнала их? Ведь денег она за сеанс не взяла. Дальше история разбивается на четыре части, каждая из которых посвящена одному из повзрослевших героев непосредственно перед предполагаемой датой смерти. Если вы подписаны на мой инстаграм, то уже знаете, какая из четырех историй мне понравилась больше. Если нет, то самое время это сделать. История самого младшего из голодов, малыша Саймона, это лучшее, что есть в этом романе. Дальше все по убывающей, менее интересном, менее захватывающее, менее динамично, а местами грустно и скучно. Но роман очень хороший, определенно займет почетное место в списке самых лучших книг не только 2018 года, но и последних лет пяти. Еще одна книга, которая меня впечатлила, это Антиутопия Томаки Косюм Королевская битва. Об этой книге я делала отдельный обзор. Если вы его еще не видели, то обязательно посмотрите, пройдя по ссылочке, которые я оставлю под видео. Ведь эта книга того стоит. Преследуемый хроники Железного друида Кевина Хирни. Кстати, эту книгу я купила исключительно из-за обложки. Ожидаю, что под ней окажется нечто потрясающее, поглощающее. Но не тут-то было. Книга оказалась скучной, предсказуемой и неинтересной. Главные герои шаблонные и не запоминающиеся, разве что так называемый главный герой, да и то запомнился он своей маниакальной озабоченностью, ведь он-то парень что надо. И в эти моменты я каждый раз представляла не векового друида с богашом знаний и всеобъемущим опытом, а подростка пубертатного периода. Поэтому лучше бы он остался, как и прочие герои сего творения, простым неприметным шаблонным героем. Сюжет, кстати говоря, здесь тоже слабенький, со множеством пробелов и примитивных сцен. Одним словом, дрянь редкостная. Красный шатер Аниты Диамант. История, рассказанная от имени девочки, девушки, женщине по имени Дина. И да, Дина это персонаж Ветхого Завета и единственная дочь Иакова. Поэтому, как не трудно догадаться, вся история это старая библейская история с глядом автора. Роман я начала читать не по то настроению. Мне хотелось совсем другой литературы, другого жанра, но в силу обстоятельств другой оказалась только эта книга. А терять день мне очень не хотелось. И, о чудо, я так быстро погрузилась в эту историю, настолько втянулась в мир красных шатров и того, что за их пределами. Герои здесь интересные и живые. Есть злые, добрые, жадные, завистливые и покорные. Но все они особенные, со своим видением и со своим характером. Сюжет плавно переходит от одного события к другому. Шаг за шагом автор знакомит нас с героями в отдельности и с эпохой в целом. Для любителей погорячее тоже найдется чем насладиться. Будут здесь и секс, и насилие, и предательство, и кровавая резня. Но роман совсем не об этом. Меня красный шатер определенно очаровал, да и может ли быть иначе, если речь идет о Востоке. Мальчик в полосатой пижаме Джона Бойна. История очень странная, неоднозначная и приукрашенная, что ли. Основное действие романа разворачивается в Аушевице, куда назначают надзирателя манса главного героя, 9-летнего мальчика Бруно. Из окна своей комнаты Бруно видит странных людей, одетых в одинаковую одежду, но кто они, он не знает. И это при том, что идет война, переехал он из самого Берлина, где ходил в школу и знал, что происходит. А его отец, естественно, общается с самим фюрером, который, кстати говоря, даже бывает у них дома. От скуки он частенько просиживает у окна и наблюдает за тем, что происходит за оградой. И опять же, он не видит, что странных людей наказывают и расстреливают. Еще одна странность. Зная маниакальную всепоглощающую ненависть нацистов в отношении евреев, в семье Бруно, об этом не говорят, не прививают ненависть, более того, 9-летний мальчик даже не знает об их существовании. В общем, очень странная, оторванная от реальности история. Но, тем не менее, история с идеальной концовкой. Только за один из ход всего этого можно закрыть глаза на все недочеты и биры в сюжете и поставить истории 5 баллов. Хотя нет, я так и оставила тройку и менять ее не буду. Еще одна странная история – книга противоречий и вопросов под звездопадами Олега Кравченко. Действие романа перенесет нас в недалекое будущее, где все население планеты Земля объединилось. Больше нет стран и республик, только области. Осталась лишь горстка, несогласная, которая оккупировала Австралию, где и происходят основные действия всей книги. Основная тема – война и как это плохо. Герои, обычные ребята, призывники, большинство из которых не понимают, зачем они воюют. И в общем и целом я могу поверить в те чувства и поступки людей, которые здесь описаны, но только если рассматривать место действия локально, без озвучивания причин. Потому что именно причина всего этого сербора меня повергла в негодование, растоптала все крохи положительных эмоций, которые могли бы быть. Во-первых, я не верю и не могу представить себе такую ситуацию, когда все население нашей планеты объединится. А я очень старалась. Но, увы. Вот правда, может кто-нибудь придумать причину, по которой вся правящая верхушка откажется от своей власти в пользу противника? Во-вторых, как быть с расизмом, который, кстати, все набирает и набирает обороты? Куда делась озлобленность? Каким образом она исчезла? А она не исчезла. И это можно, кстати говоря, прочитать в самой книге. Поэтому о каком объединении может идти речь? В-третьих, и так далее, я даже копаться больше не буду, так как нет смысла. Потому что книга развалилась в самом главном – ее смысле и сюжете. Одним словом, еще одна очень странная книга, особенно в этой мнимой неправдоподобной реальности. «50 оттенков темноты» Барбары Вайн, Рут Грейсман или Рут Рэндалл – выбирайте, что вам больше нравится. Роман не детектив, не триллеры уж тем более не психологические, а последней повешенной преступницы Англии. Повествование ведется от лица ее племянницы, которая пытается докопаться до правды и разобраться, что же случилось на самом деле. История, точнее, ее задумка потрясающая. Но какое же тягучее и нудное повествование. Никакой динамики. Хотя нет. С невероятной скоростью возникают все новые и новые герои, которые поначалу просто сводят с ума. И это, пожалуй, самое заметное движение во всей истории. Кстати, большое количество героев, как вы понимаете, подразумевает такое же количество секретов. И эта история не исключение. Автор так искусно вываливает на читателя всех этих скелетов из шкафов и тумбочек, что невольно вспоминается сказка про лягушонку. Махнула она правым рукавом, а оттуда скелеты, скелеты махнула левым, а оттуда грязное белье, и еще, и еще. Для меня это было первое знакомство с автором. И после этой истории не уверена, что буду читать другие ее работы. Вот таким был мой читательский май. Если вы читали какие-то из вышеупомянутых книг, то обязательно пишите, понравились они вам или нет. Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока. Пока. Пока.